Я звонила, сказала, что, типа, выхожу за бабуш, мама сказала, ты беременна, я сказала, да. Ну, типа, вот таким образом. Она сразумела. Поэтому я еще тебе такую штуку скажу. Я в своей жизни сделала один аборт, за что, о чем сожалею всю свою жизнь. И теперь я всем говорю, ни в коем случае никогда этого делать нельзя. Это убийство. Вот, что бы вы ни говорили, это убийство. У меня, ну, проблемы по здоровью, был такой период. Вот. И, кстати, когда появился Виталик, это было неожиданно. Ну, то есть это было не тоже запланировано, да, чтобы дети были счастливы. Вернее, они будут счастливы тогда, когда родители все-таки не будут выяснять между собой отношения, обливать друг друга грязью, чего я категорически всем советую не делать, потому что эта грязь сольется на ваших детей. Они не могут себя разделить папа-мама, потому что они состоят из папы и мамы. Вы уже бабуся? Это важно. Ого, я этого не знаю. С привода вашего статуса зараз, че выходит, вы в третий замуж, чи зустрели вы нового человека? Хороший вопрос. Виталий, друзья, сегодня с нами снова Маргарита Сичкар. Это продолжение ТЕРУ. И поговорим мы сегодня на особистые темы. Маргарита дала дозвіл. Вагитность У-18. Зради снайпер для человека. Розлучение и успешный бизнес. Ось так я написал эту тему. Ви зараз книжковый продюсер, колишний ресторатор. Смотри, история моего первого брака. Это очень много в интернете. И это уже какая-то прошлая история. Которая рано забеременела? Ты знаешь, я благодарю Бога за своих родителей, за мою маму, умную и мудрую женщину, которая сказала, Маргарита, ну Рита, Рита, мама зовет меня Рита. Рита, вот если что-то произойдет, и ты узнаешь, что ты беременна, ни в коем случае не делай. Даже если с этим мужчиной ты не будешь, мы ребенка вырастим, поможем и так далее. Вот я вот, мама это вносила мне в голову. Понятно, что я не специально. Это так не получилось. Но когда это произошло, я позвонила маме и сказала. Ну это еще совпало с тем, что мой муж, мой отец ребенка сделал мне предложение. Это как бы вот, я звонила, сказала, что типа выхожу за бабуш, мама сказала, ты беременна? Я сказала, да. Ну типа вот таким образом. Она сразумелась. Поэтому я еще тебе такую штуку скажу. Я в своей жизни сделала один, за что, о чем сожалею всю свою жизнь. И теперь я всем говорю, ни в коем случае никогда этого делать нельзя. Это убийство. Вот что бы вы ни говорили, это убийство. И тогда я по молодости, я это была в 21 год, это малой было 2 года, ну старшей дочке. И как-то меня никто не поддержал. Ни родители, ни муж сказал, ну типа что хочешь, что ты делай. Как-то вот, мне так обидно стало, я это сделала, о чем сожалею всю свою жизнь. Вот если мне кто-то сказал, вернуться назад, изменить, я бы не делала боль. Это, пожалуй, единственное, что бы я изменила в прошлом. Вот. Но я себе поставила цель, что я тогда буду помогать девушкам принимать решение в пользу ребенка. И вот у меня была история, когда девочка забеременела, мама выгнала из дома. Ну так получилось, она каким-то образом попала ко мне. Я ей сказала, что не бойся, но что тебе важно? Ты хочешь ребенка? Хочу. Что тебе боишься? Я не смогу его там, ну выкормить там, потому что у меня финансово не спроможна. Я ей сказала, я тебе обещаю, что я помогу тебе. А мама со временем станет лучшей бабушкой в мире. Оно и случилось так. Мама не приняла, она родила, мы ей купили там коляски, это, это. Я даже в социальной сети написала, мне начали все привозить памперсы там. Только-только Фейсбук появился. Вот. И через время она соединилась, мама позвала к себе, и мама стала лучшей бабушкой этого ребенка. Вот. Поэтому, ну, я... Так, а... Да, мне казалось, что из-за сделанного... Там у меня, ну, проблемы по здоровью, было такой период. Вот. И, кстати, когда появился Виталик, это было неожиданно. Ну, то есть, это было не... Тоже запланировано, но... Я была так рада этому. Я даже думала... Ну, не знала, был готов ли к этому Влад, как бы, да. Ну, понятное дело, что для него это было тоже нежданчик. Но я так хотела этого ребенка. Я знала, что будет сын даже до УЗИ. Я была уверена, что это сын. Он мне приснился во сне, что его зовут Виталик. Имя мне приснилось во сне. Подошел маленький мальчик. Каким он потом стал, через три года, такой подошел маленький мальчик с волосами вьющимися и сказал, мама, взял меня за руку. И я проснулась. И тогда я уже была где-то на шестом месяце. И я тогда позвонила по щеку рано утром. Кричу, все, мне приснился сон. Виталик. Мы назовем Виталиком. Он говорит, хорошо. Ну, типа... И у меня Виталик. И мы потом договорились, что следующий ребенок будет тоже на букву В. И да. И я думала, или Варвара, или Василиса. Ну, я все-таки остановилась на Василисе. Мои тоже не могли привыкнуть к этому имени. Но через день-два и Влад, и моя мама, и все родственники сказали, Боже, какое красивое имя. И родилась Василиса. Причем родилась она тоже в день Святой Василисы. А Варварой назвала моя дочь старшую внучку. Поэтому у меня... Ага. А вы уже бабуся? Два, что? Ого. Я этого не знал. У меня две внучки. Одной 12 лет, другой 14. Это выходит от первого шлюба Евгения. Второй внучки Евгения. Как сказалось их житие Евгения и Виталия Василиса? Они совсем юные, так? Женя живет в Майами. Она работает в компании, которая делает дизайн интерьеров и мебель дизайнерскую и домашний парфюм. Ну, вот такой, нишевый. Она работает там в отделе продаж, руководителя отдела продаж и маркетинга. Ну, то есть она продвигает тоже всякие там... Снимает ролики, рекламные ролики, продвижение этого. Ей нравится эта работа. То есть она на своем месте. Хотя я ей всегда говорю, что ты опять вернешься в ресторанный бизнес. То есть она работала... Была управляющей в ресторанной сети. Потом ей надоело, ее позвали. Просто клиент постоянно ходил и сказал... Видел, как она работает с клиентами. Сказал, можно я тебе перекуплю? Ну, и сделал ей более интересное предложение. Виталику 21 год. Виталик занимается... Футболом? Он занимался футболом 11 лет. Сделал решение уйти из профессионального футбола. То есть не идти в профессиональный футбол, а идти в управление, менеджмент. Он какое-то время работал при Андрее Шевченко, когда была сборная. Он был в аналитическом отделе, IT-отдел, который оцифровывает футболистов. Он работал со сборной Украины. Ну, он любит IT-технологии. Он такой парень. Уже с девятого класса он сам зарабатывает. Абсолютно самостоятельный. Учится в политехническом на четвертом курсе. И параллельно поработает. На удаленке у него своя компания. Он сделал себе интернет-компанию. Он разрабатывает сайты, продвижение сайтов. Ну, это перспективно. Да. Ну, как бы, я там глубоко не погружаюсь, но знаю, что все, что... Але він счастливый, бо він колись хотів бути футболистом. Я це читал також. Он не то, что хотел стать футболистом. Оно как-то в этом всем вращалось. И логично, что папа... Я, если честно, видела его больше теннисистом, либо гольфистом, потому что он интернет. И для него важно вот... Но папа настоял, чтобы он пошел в футбол. Я, если честно, вначале была против, потом я тоже согласилась, потому что навыки работать в команде и быть командным игроком для него были важны. И это тоже дало ему определенные навыки. Плюс за 11 лет он сформировался физически, он очень хорошо сложен, он высокий, метр девяносто почти, там метр восемьдесят восемь. Он хорошо играет в футбол. И я вам всегда говорю, на фоне бизнеса футбола, если ты будешь каких-то там играть, ты всегда будешь играть как профессионал, а не как аматор. Поэтому он поддерживает хорошо физическую форму, ходит, играет, тренируется, бегает, следит за питанием. Ну, в общем, маленький спортивный матч. И Василиса? Василиса, 15-летняя, девочка творческая, она еще в поиске себя, как она всегда говорит, мама, не надо меня торопить, я в разумьях. Но я как мама наблюдаю, мне кажется, что ей близки психология, она неплохо дает оценку поведению людей, и она при такой-то маме, которая постоянно про психологию и читает, рассказывает и общается с подругами, как советчик, такой для своих подруг. Понятно, она в этом поле находится, и она, ну, так или иначе, это все как бы бессознательно себя впитывает. Плюс она хорошо рисует, очень красиво, она рисует вот тонкой, черной вот этой ручкой, очень красивая работа, я их собираю втихаря от нее, так, копилочку. и мне кажется, что она хорошо бы смотрелась в виде или телеведущая, или актриса. То есть у нее очень хорошая внешность, она такая фотогеничная, и второе, она, у нее такой приятный голос, вот можно даже посмотреть, подсмотреть ее, она есть, она работала на каникулах у меня в BookHub, делала обзоры книг. И вот как она делала обзоры книг, ну, можно оценить ее возможности по ведению, да, и как она выглядит, и она миловидная, ну, симпатичная, я всегда хотела, чтобы девочка была похожа на папу, и она забрала у родителей все самое лучшее в этом смысле. Вот, поэтому... Дякую, что поделилася. Еще, вот, вы сказали за сына вашего с приводу футбола, ну, и человек, так, ваш колишний украинский футболист, захисник, колишний гравец сборной Украины, наибольший известный выступил за Динамо. Чи были вы знакомы с Анатолием Тимощуком, и чи здивало вас его решение залишиться в Россию, выступать там за Зенит, так, ну, брать участь... Конечно, Анатолика, конечно, Тимощука знала его семью, его первую жену, я знала, он же развелся и женился, я так понимаю... Другой раз, так на россиянке. Да, на россиянке. Поэтому, скорее всего, что там связано с тем, что он женился уже, скажем, интегрировался в сообщество, плюс там деньги, связи и так далее. Знаем, кто Зенит подпитывает, это компания президента России, понятное дело. вот, меня не то, что не удивило, для меня это было очевидно. Вот, второе был, я еще помню, не могу вспомнить ситуацию, но я помню, что когда-то Тимощук проявил себя, смолодушничал в какой-то ситуации и уже тогда в принципе Я не знаю этого слова, что это означает смолодушничал. Молодушничал, это когда человек струсил, струсил, мог бы потерять за кого-то, а он решил выбрать позицию молчания или делать вид, что он не при дела. Была какая-то история, я уже там не могу вспомнить, но я вот помню, что вот этот вот для меня это было таким звоночком, что на этого человека наверное не стоит рассчитывать никогда. Так, потому что наскільки я знаю, ну никогда не было. Так, потому что он в Украине тоже получил очень много нагород, но сейчас он критикуется в Украине за то, что продолжил работать в России после российской оружейной агрессии и полномасштабного вторгления РФ до Украины с 7 сечня 2023 года пребывает под санкцией МРНБО за антиукраинскую деятельность и позбавлений всех нагород. Но что меня здивало особисто, у него был взведенный брат и он на войне, он воюет. Ось это меня здивало. И батько так же давал санкцией, я думаю, я думаю, что он больше сопричал бессмысленно санкцией, что разрушение это смерть семьи. Сейчас очень много женок выехали за кордон, мужчины в Украине, много пар распадается, война второй год. Что можете порадить это бы? Ну, во-первых, ни один человек не является собственностью другого. И если любви в отношениях не было до войны, то война просто это тот, скажем, катализатор, который разорвал эти отношения, да, особенно, когда женщины выехали за границу, я знаю многих, которые не хотят возвращаться, потому что отношений и любви не было. Была такая фикция семьи, игра в семью. Ну, когда пришла война, она просто разорвала эти стусунки. У одних разорвал, у других наоборот. соединила, крепче стали семьи. А у третьих образовались новые пары. Появились женщины, которые мужчин стали поддерживать, открылись с другой стороны. Мужчины стали ценить другое. Не форма, а содержание. Вот, на мой взгляд, мой совет просто перестать расценивать человека как собственность и дать ему право делать выбор в соответствии с его внутренним состоянием. Не долга. Вот, долг в семье это плохая история. И я за то, что лучше расходиться друзьями, чем устраивать претензии друг к другу, все-таки надо быть мудрее, что ли. А как вам удалось сберегать дружные связи с Владиславом Машчуком? Нам для дружных еще далеко, но пока не менее нейтральны. И я могу сказать, что с моей стороны я наоборот открыта, я бы с удовольствием встречалась, пила кофе, обсуждала наших детей, их планы или какие-то их деяния. Я бы что-то обсуждала с удовольствием. Но это же должно быть обоюдное согласие. Влад держит нейтралитет. Нас невозможно назвать друзьями, но и врагами мы уже не являемся друг к другу. Поэтому я за плохой мир, чем хорошая война. Понимаешь, прямо в контексте сегодняшних событий. Поэтому я считаю, что надо исходить из интересов детей, чтобы дети были счастливы. Вернее, они будут счастливы тогда, когда родители все-таки не будут выяснять между собой отношения, обливать друг друга грязью, чего категорически всем советую не делать, потому что эта грязь льется на ваших детей. Они не могут себя разделить папа-мама, потому что они состоят из папы и мамы. Если что-то происходит, то дети в детской психологии устроены, они принимают на личный счет. Они считают, что если папа с мамой не живут, значит, они в чем-то виноваты. Это бессознательно дети так воспринимают. Поэтому, когда еще родители начинают друг на друга навешивать гадости и так далее, это ребенок принимает на свой счет. Фактически дальше он во взрослой жизни будет иметь весь букет. Поэтому я, когда принимаю решение, я старалась исходить из интересов детей. Я не делила имущество, я сразу согласилась со всеми условиями, понимая, что в результате дети будут в этом имуществе жить, в этом доме красивом. Мне главное, чтобы дети находились в комфортной среде, в которой они могли бы развиваться, а не заниматься тем, что их перетягивают как канат. Ими манипулируют. Вот самое страшное, кстати, когда в семьях манипулируют детьми. Вы используют в собственных целях. Спасибо за эти порады. Ну и последнее вопрос, может быть, с привода вашего статуса сейчас. Чи выходит, вы в третьем замуж или встретили нового человека? Хороший вопрос. Во-первых, давайте начнем с того, что я пришла к пониманию того, что все-таки брак, хорошим делом не назовешь. Я все-таки за стусунки, за отношения. На сегодняшний день вот этот штамп для меня вообще не играет никакой роли, потому что не штамп сдерживает людей, а рядом притяжение людей, это когда они друг друга дополняют и развиваются вместе друг с другом. Поэтому в отношениях на сегодня для меня важно чтобы мужчина не пытался меня подстраивать под какие-то свои ожидания. Он должен воспринимать она такая, какая есть. То же самое и я воспринимаю мужчину со всеми его мухами и тараканами. Но при этом мне важно его достоинство и его ценности, его взгляд на будущее, потому что оно должно совпадать с моим. И на сегодняшний день я хочу сказать, что в моем окружении есть много мужчин, друзей, подружек. Мужчина подружка есть такая категория. Есть такой кофе попить, пообщаться. Но всегда интересно. Кажешь, что не может быть дружбой с человеком между ними. Может быть. Я могу сказать, что у меня многие мужчины, они женаты, я знаю жен, мы дружим, но я больше общаюсь с мужчинами, чем с их женами. Потому что нам есть о чем говорить, и они со очень часто советуются по каким-то вопросам. Но вы не ответили на головное вопрос. Чи занято ваше сердце? Чи счастливое? Мое сердце свободное. Мое сердце пока еще не встретило того мужчину, от которого мое сердце начнется мурашки по коже. И мне захочется с этим мужчиной связать свою жизнь, пока я его еще не встретила. Но предвестники этого есть. Что такое предвестники? Предвестники это когда знаешь, вот есть хорошая фраза, я так понимаю, мы уже к финалу подходим. Хочу сказать, есть такая фраза, подобное притягивает подобное. мужчины. Я сейчас счастлива от того, что в мою жизнь приходят именно такие невероятно интересные мужчины, которые мне показывают модель где-то мужчины, который придет в мою жизнь свободную. То есть есть в моем окружении мужчины, с которыми я общаюсь, они не свободны, у нас с ними прекрасные дружеские отношения, потому что я считаю, что это неправильные и надо отдать должное этим мужчинам, они тоже это ценят. Но я знаю, какой тип мужчин может заводовать мое сердце. Но я могу сказать, главное, сердце у меня живет в голове. Главная моя эрогенная зона, это, конечно, развитие человека, как он мыслит, куда он смотрит, куда он идет. Поэтому я никуда не тороплюсь. дякую вам за это. Я живу впереди. А можно вопрос? Вот скажи мне, пожалуйста, вот когда ты услышишь это волшебное слово перемога, какие твои будут действия в первые минуты, секунды, что ты будешь делать? Мені здається, что спочатку хочется набрати всіх рідних и тих, хто був на війні. Ну, у меня, например, двоєрідный брат, не буду рассказывать, в какой точке, и дядько, и его сын по татове лінії, они там. Мне связано, что первым я их наберу, ну, и я привитаю первое все их, ну, а потом я какогось выдохну, это будет определенный спокой, потому что это покло закончилось. А как у вас будут, какие ваши прийти? У меня реакція однозначно, и я думаю, ты согласишься, и она может быть у тебя такой же. Когда я услышу слово перемога, я просто вскочу, и всех людей, которых я буду видеть вокруг себя, на улице, незнакомых, знакомых, буду обнимать, целовать, плакать и поздравлять. и говорить «С перемогой нас, с перемогой». Вот я это точно знаю, что это будет длиться какое-то время, пока я всех не обниму, и я буду плакать, я буду рыдать, это будут слезы счастья, это будут слезы счастья, они будут все у нас, у всех, у мужчин и у женщин будут слезы радости и счастья. И вот этого тактильного, вот этого тактильного обнять, вот знаешь, просто вот прям сжать вот так сильно всех и сказать «Наконец-то», понимаете? Но это только начало, потому что дальше у нас будет следующий этап. Внутренний враг, с которым нужно разбираться. Вот я вам всем желаю, чтобы вы побыстрее ощутили это. Очень хочется этого. Дякую за интервью. С нами была сегодня Маргарита Сичка. Ставьте вашу подобайки и подписывайтесь на канал, включайте звонок.